добрый день меня зовут евгений божьев сегодня мы с вами поговорим о том что беспокоит практически всех людей о том что стало неотъемлемой частью нашей жизни это стресс стресса бывает у всех у каждого всегда и везде та вещь которая стала бичом нашего времени мы все нервничаем все переживаем из-за чего-то но есть существуют способы каким образом вот мы сегодня поговорим не о том как предотвратить развитие стресса об этом я рассказывал в видеоролике закон благодарения сегодня мы поговорим о том как снять последствия для этого сначала разберем что такое вообще стресс стресс это физиологическая реакция которая подготавливает организм к повышенной физической работе то есть это нормальная физиологическая реакция которая пришла к нам от наших предков от животных стоит олень пасется щиплет травку хищник западул ветерок запах хищника выброс сразу гормонов сжатия повышение артериального давления учащение сердцебиения напряжение мышц олень готов к тому чтобы либо убегать либо драться вступить схватку в драку за свою жизнь то есть это смысл стресса это подготовить наши мышцы к повышенной физической работе смысл стрессовой реакции именно в этом то есть либо драться за свою жизнь либо убегать вот что нужно делать в нашей жизни происходит что вызывает начальник на ковер сказал все что думает а мы стоим и обтекаем мы не деремся с ним не лезем драться да и убежать мы тоже не можем у нас не спустил то есть выброс гормонов произошел напряжение мышечное произошло а мы стоим и не двигаемся реализации вот мышечная реализация этого движения нету соответственно накапливаясь эти гормоны производит разрушительное действие на весь наш организм то есть когда мышцы не отрабатывают вот эти выбросившиеся гормоны остаяние держится достаточно долго и разрушает наш организм если этот стресс бывает ежедневно значит это происходит то что называется хроническим стрессом это приводит к постоянным зажатым мышцам постоянному повышенному давлению и к плохому самочувствию и на этом фоне развиваются все болезни поэтому все болезни от нервов значит как убрать стресс из того что я только что сказал ясно что самым физиологическим способом убрать стресс является что мышечная работа отработать гормоны выбросились мышцы должны их отработать вы должны дать мышечную нагрузку какую хотите любая физическая нагрузка до пота там хотите приседаете хотите бегаете хотите плавайте хотите там не на полы и мойте там все что хотите но так чтобы пропотеть пропотели все ваши мышцы поработали они отработали вот эти гормоны все реакция они расслабились вы стресс сняли вспомните лихие 90 начала перестройки да и когда красные пинжаки все эти вот навороченные товарищи у которых естественно сплошь стресс потому что это борьба за жизнь не только за деньги мы за жизнь что они начали делать они начали ходить качалку правильно в спортзал почему потому что интуитивно человек чувствует что ему не потому что они сами собирались драться физически что потому что для того чтобы снять стресс им жизненно важно было чтобы мышцы работали вот пожалуйста конкретный пример это первый способ снятия стресса 2 есть способ более простой более как бы менее время затратный но конечно естественно немножко менее эффективно какой способ когда мы нервничаем мы сжимаем зубки поэтому вот эти вот вот жевательные вот эти вот эти вот жевательные мышцы у нас находится в напряжении для того чтобы снять стресс расслабить все тело все тело все мышцы нужно просто-напросто взять двумя пальчиками положить на зубки нижней челюсти пальца и оттянуть челюсть вниз то есть здесь мы расслабили оттянули и подержать две минутки вот так вот нижней челюсти натянутом оттянутом состоянии это вызывает расслабление вот этих мышц и вы посмотрите вам сразу станет гораздо легче расслабиться не только вот эти жевательные мышцы расслабиться все тело и эмоционально вы сразу почувствуете облегчение это второй способ и существует третий способ который пользуются люди с незапамятных времен называется ароматерапия то есть воздействие какого-то ароматического масла на обонятельный анализатор вызывает тоже может вызывать расслабление если масло правильно подобран для женщин для 100 процентов женщин подходит масло и ланг и ланг для 100 процентов мужчин подходит масло розмарин все остальные индивидуально пожалуйста можете пробовать как хотите бывает что что-то другое но это все остальное индивидуально вот эти два масла они универсальны они подходят для всех женщин всех мужчин что нужно сделать понюхать просто помазать под носом, помазать где-то, так, чтобы вы запах, аромат чувствовали. Можно аромамедальон носить, можно прийти вечером домой и принять теплую ванну, капнуть туда пару капель масла в ванну, как хотите. Главное, чтобы вы подверглись воздействию этого запаха. Механизм действия очень простой. Дело в том, что обонятельный анализатор в головном мозгу, у нас есть такой центр, называется зрительный бугор. Там проходят все двигательные пути и пути от обонятельного тракта тоже проходят там же. И в зрительном бугре имеется очень много связей, то есть анстамозов между этими трактами обонятельным и двигательным. И таким образом воздействие на обонятельные рецепторы может вызывать снижение импульсации по двигательному тракту. То есть вот таким образом идет расслабление тела. Это все работает на уровне нашего мозга. Вот три совершенно простых способа, как снять стресс. Буду верю вас.